Эффективный подход к изучению английского языка. Теория получаса, благодаря своей уникальности, получила большое распространение по всему миру. Философия этого подхода проста – уделяете 30 минут в день для достижения своей цели, и уже через несколько месяцев вы удивитесь своему прогрессу. В этой книге мы поговорим о теории получаса касательно изучения английского языка. Такой метод – настоящая находка для современных занятых людей, уже отчаявшихся освоить иностранный язык. В методическом пособии собраны советы и рекомендации о том, с чего начать обучение, как организовать уроки, сделать их эффективными и интересными. Введение. В чем секрет теории получаса? Каждый из нас мечтает добиться успеха в определенной сфере жизни. Кто-то мечтает о головокружительной карьере, кто-то о спортивных достижениях, многие хотят выучить один или даже несколько иностранных языков. Но это получается далеко не у всех, и мы задаем вполне закономерный вопрос – почему? Причиной всему часто является недостаточная мотивация и нехватка времени. Однако, чтобы добиться желаемого, можно начать и с малого – уделять своей мечте по 30 минут в день. Постепенное, равномерное движение к своей цели подробно описано в книге Дэвида Эйбрамсона «Теория получаса. Как успеть все за 30 минут в день». Достоинство этого метода заключается в том, что он подходит абсолютно всем и легко интегрируется в любой график. Общая формула проста, как таблица умножения. Каждый день в течение получаса вы делаете одно небольшое действие, а затем по мере совершенствования его усложняете. Казалось бы, как можно достичь серьезных результатов, затрачивая на дело всего 30 минут в день? Многие люди полагают, что такой метод несерьезен, и тем не менее, далеко не все способны ему следовать. Подход требует серьезной самодисциплины и усидчивости, но, поверьте, вы будете сполна вознаграждены за свои усилия. Здесь действует принцип перехода из количества в качество. Каждый день понемногу накапливаются новые знания, и спустя некоторое время вы получаете удивительный результат. Если посчитать, то полчаса любой практики каждый день – это 900 минут или 15 часов в месяц. За год таким образом набегает более 180 часов. Согласитесь, цифры уже более чем внушительные. Теория получаса применима к любому виду деятельности, будь то чтение, занятие спортом, живопись, рукоделие и, уверяем вас, даже изучение иностранных языков. Касательно последнего мы и будем говорить в нашей книге. Метод изучения иностранного языка, согласно теории получаса, можно порекомендовать тем, у кого нет времени или средств на лингвистические курсы и занятия с преподавателем. А освоить иностранный язык все же хочется. Возьмите за правило заниматься каждый день в течение получаса, ведь это совсем немного. Не гонитесь за быстрым результатом, но будьте уверены, что ваш английский с каждым днем будет совершенствоваться. Методика подходит не только для начинающих, но и для тех, кто решил освежить в памяти язык, который когда-то изучал. Но как же выкроить заветные полчаса из бешеного ритма жизни? Просто сделайте изучение языка ее частью. Совершенно необязательно корпеть над учебниками ежедневно по 30 минут. Это не принесет ни удовольствия, ни результата. Слушайте английскую речь. Читайте международные новости и книги по дороге на работу или учебу. Два-три раза в неделю встаньте на 30 минут пораньше, чтобы освежить в памяти новую лексику и правила грамматики. Так изучение иностранного языка будет увлекательным и, самое главное, даст хорошие результаты. Постепенно ваш опыт будет накапливаться, и ежедневно вы будете приближаться к своей заветной цели. Спустя полгода оглянитесь назад, вспомните, с чего вы начинали свой путь. Вы будете приятно удивлены тем, каких успехов вы достигли и насколько продвинулись вперед за эти 30 минут в день. Глава первая. С чего начать обучение? Как изучение языка меняет нашу жизнь? Самый главный вопрос, который следует задать себе в начале изучения иностранного языка – зачем мне это нужно? Определение того, с какой целью вы хотите освоить язык, поможет построить модель обучения, а также придаст сил и укрепит мотивацию. Каков же социальный заказ общества на изучение иностранных языков сегодня? Английский изучают для общих целей, например, общение за границей во время отпуска, самореализации, в рамках обучения, как обязательный предмет в школе или для поступления в ВУЗ за рубежом, а также для специальных целей, например, для ведения бизнеса с международными компаниями. Занимаясь иностранным языком, мы даем себе мощный толчок в развитии. Продолжение следует... Sample complete. Ready to continue?